приветствую вас друзья с вами Алексей Коробов и в этом очередном видеосюжете надеюсь он будет достаточно коротким сегодня кстати овертайм у нас походу в баскетболе сегодня снова не будет я хочу еще раз остановиться на стратегии догон еще раз прокомментировать ту критику которая была под моими видео где описывались те иные стратегии игры догоном еще раз хочу подтвердить корректность этой критики догон во-первых низкодоходный способ игры а во-вторых высоко рискованный и поэтому надо 10 раз посчитать 10 раз подумать обязательно прежде чем играть на реальные деньги потестировать ту или иную стратегию игры догоном без денег просто на бумажке чтобы посмотреть во что это все выливается и для того чтобы как-то помочь вам в этом деле раз уж я эту тему вообще затронул и от есть об этой стратегии заговорил вот у себя на сайте на сайте будущей академии спортивных ставок я разместил вот такой вот калькулятор онлайн калькулятор догона я в одном видео о нем уже говорил сегодня хочу сказать еще раз обязательно прежде чем начинать играть догоном воспользуйтесь пожалуйста этим или аналогичным калькулятором и на бумажке посчитайте во что он выливается как бы этот догон да здесь очень просто догон начинается со второй ставки если мы первую проигрываем здесь мы пишем сумму проигранных нами денег здесь мы пишем желаемый плюс по итогу 2 и всех последующих ставок допустим как мы тоже хотим 100 рублей выиграть и здесь мы пишем просто коэффициент на то событие там допустим день там 175 коэффициент на то событие на которое мы собираемся поставить следующую ставку по стратегии догон и соответственно нажимаем кнопочку рассчитать здесь у нас в строчке под окном у нас появляется сумма необходимые следующие ставки для выполнения наших этих условий то есть ежели мы первой ставкой проиграли 100 рублей а второй ставкой мы хотим догнаться и мало того что вернуть проигранные 100 рублей еще все-таки выиграть что-то при том что коэффициент у нас 175 вот следующая ставка должна быть 266 266 и там 6 период 267 рублей соответственно если бы коэффициент здесь был 1 и 5 то следующая ставка была уже 400 то есть надо понимать насколько прогрессии растут суммы необходимые для следующей ставки соответственно просчитывайте догон не на одну ставку а как мы говорили там если это провертаем и речь идет рассчитывайте что вам придется 5-6 ставок может быть догоном сделать при неудачном стечении обстоятельств то есть рассчитываете размер банка это первое на что хочется обратить там очень большое внимание и второе что собственно тоже прозвучало в критике и что собственно тоже имеет право звучать и на что тоже надо обращать внимание это на максимальный размер ставки то есть допустим вы все корректно рассчитали и банк ваш позволяет вам догнаться там и пятой и шестой ставкой но может случиться так что тот букмекер которого выбрали просто не позволит вам сделать ставку такого размера то есть у него есть максимальный размер ставки и она может быть меньше да буквально вчера я в игре там по очередной стратегии уперся как бы да в потолок онлайн букмекера играл я лаве и бежать там в какую-то будку там делать ставку был уже по времени тех теоретически даже невозможно ну хорошо как бы я там перестраховался фору взял надо было победу ставить и не хватало там небольшой суммы денег я на эту небольшую сумму взял еще фору и к счастью там все зашло и победа там в четверти зашла и фора зашла потому что команда выиграл с большим большим перевесом эту четверть поэтому все ну вот как бы я просто не ожидал что вот даже по ходу события букмекер может максимум это порезать вот такая вот у нас с одной стороны интересная высокопроходимая да как я написал стратегия догон но с другой стороны за высокую проходимость мы платим большими рисками и нюансами требующими так сказать рассчитывать на размеры нашего банка ну это так сказать наверно все что можно сказать по стратегии догон все уже десять раз было сказано пересказано надеюсь у каждого есть своя голова на плечах и каждый примет для себя решение самостоятельно и правильно в январе когда заработают нас академия у нас ну как бы я покажу несколько но у меня уже на блоге как бы есть демонстрации того как этот догон работает как он не работает мне бы не хотелось демонстрировать вот но в январе мы еще раз уже как бы в реальном времени не знаю как это удастся сделать но видимо это тоже будет видео но с реального как бы кабинета букмекерской конторы мы проверим работу тех стратегий которые я уже описываю наряд еще раз и не то что проверим проверенного неоднократно я продемонстрирую онлайн либо в трансляции либо в записи там очень не знаю как мы это будем делать но продемонстрирую игру догоном по той или иной стратегии то есть как как я играю как у меня это получается вот все с догоном все так сказать дополнительным бонусом в этом видео я хочу вам показать еще другой калькулятор который также на моем сайте я разместил смысл этого калькулятора в том что как получить прибыль независимо от исхода события то есть мы на одно событие делаем две ставки одна на исход один другая на исход 2 при этом как бы калькулятор нам говорит какие суммы надо поставить с тем чтобы мы остались в прибыли ну в общем как бы я думаю что смысл понятен тем кто понимает что такое вилки и как этим пользоваться я думаю этот калькулятор поможет тем кто не понимает наверное так сказать тут мои какие-то нажимания сейчас на кнопки никакого счастья особо вам не дадут и вам надо разобраться с этой стратегией работы изначально есть у меня целый курс посвященный так называемому арбитражу спортивных ставок или игры на вот этих вот самых вилках ну в данный момент он продается как отдельный курс в рамках академии которая будет запущена с нового года этот курс будет видимо выложен просто для участников академии он будет просто выложен в открытый доступ любой желающий сможет его с ним ознакомиться вот ну что еще можно сказать тестировали мы сейчас карты таро на этой неделе событий у нас сейчас немного был у нас дартс чемпионат мира сейчас по дартсу начался ну статистика не пошла не знаю чем это связано но не буду там сейчас театеризировать на эту тему не то это видео и нет никакого смысла грузить вас этой информации констатирую факт таро по дартсу не пошло мы еще потестируем но как-то вот пока без особого энтузиазма то есть биатлон у нас хорошо идет и теннис у нас хорошо идет то есть с нового года сейчас биатлон у нас закончился до нового года у них там перерыв теннисные турниры сейчас какие-то уже маленькие начинаются но на них там нет их почти ни в одном ни в одной букмекерской конторе то есть принципе ловить их в лаве можно некоторые букмекеры в лаве их дают но это не так интересно и мало там все равно событий поэтому не будем мы станем сам сейчас заморачиваться с нового года когда начнется уже игра высшей теннисной лиги вот тогда мы к этому вопросу и вернемся вот значит и соответственно биатлон у нас тоже в карта 2 будет очень надеюсь с нового года у нас уже заработает этот вопрос по полной программе и мы сможем каким-то образом уже какие-то свои прогнозы по этому поводу давать вот и все что хотел я в этом видео вам рассказать значит соответственно ссылочки на оба этих калькулятора и вдруг кому интересен мой курс по стратегии игры на вилках вот соответственно эти все ссылочки под этим видео будут а сейчас прямо на видео будет ссылка на описание того самого курса арбитража спортивных ставок у меня на блоге он есть небольшой такое видео описание смысле происходящего у меня к тому курсу было записано и прямо сейчас перед вами будет ссылка на это видео все желающие милости просим ознакомиться вот эта ссылка ну а на этом я с вами прощаюсь с вами был алексей коробов и спасибо за внимание